Всем привет, в этом уроке мы будем говорить о числовом типе данных в языке javascript, о связанных с ним методах и вообще обо всем, что имеет отношение к числам. Первое, что здесь нужно рассказать, это то, что в языке javascript и вещественные, и целые числа относятся к одному типу данных. Для них нет отдельных типов данных, и точнее будет сказать, что все числа в языке javascript вещественные. Числовой тип данных позволяет представить целые числа в диапазоне от минус 2 в 53 степени до 2 в 53 степени, и вне этого диапазона для целых чисел вы будете терять точность. Для некоторых операций, например, для побитовых операций, числа сначала преобразуются в 32-битный целый тип. И по этой причине, например, можно использовать оператор побитого воздвига для возведения двойки в степень. Но этого делать не нужно, потому что это будет работать все равно медленнее, чем стандартный метод power, о котором мы поговорим немного позже в этом видео. Числа, которые записаны прямо в коде программы, называются числовыми литералами. Строго говоря, отрицательных числовых литералов не существует, и если мы напишем минус какое-нибудь число, то мы увидим, что этот минус ведет себя просто как унарный оператор. Банальными примерами целочисленных литералов могут быть, во-первых, любые числа десятичной системы счисления. И также мы можем записывать числа в 16-ти ричной системе счисления. Для этого первыми двумя символами должны быть числа 0 и x, после которых записывается какое-нибудь 16-ти ричное число. В такой записи x может быть как в нижнем, так и в верхнем регистре. И также, хотя вам вряд ли когда-нибудь придется это использовать, но если первым символом числа будет 0, то такое число будет считаться восьмеричным. Если число будет начинаться с 0, но содержать при этом цифры больше 7, то есть цифры недопустимые в восьмеричной системе счисления, то такое число в партии будет автоматически считать десятичным. Так было не всегда, и в ранних реализациях в таких случаях мы просто получили бы ошибку. Так записываются целочисленные литералы. Для вещественных же чисел у нас есть форма записи с плавающей точкой и экспоненциальная форма. Здесь нет ничего неожиданного, если перед точкой стоит 0, то его можно опускать. И экспоненциальная запись это какое-то вещественное число, умноженное на степень, которая стоит после буквы Е, которая обозначает экспоненту. Эта буква Е опять же может быть как в нижнем, так и в верхнем регистре. И экспонента может быть как положительной, так и отрицательной. Для преобразования вещественных чисел из одной формы в другую у объекта Numbo есть несколько полезных методов. И вообще про объекты в языке JavaScript мы будем говорить еще довольно много, а в этом же уроке мы будем использовать их на чисто интуитивном уровне. В предыдущем уроке я начинал говорить о том, что в языке JavaScript есть так называемые объекты-обертки для простых типов, которые предоставляют нам более широкие возможности при работе с этими типами. Для того, чтобы создать такой объект, мы будем использовать конструктор Numbo. Функция, которая создает новые объекты, называется конструктором, и ее принято называть с большой буквы. Поэтому здесь мы пишем Numbo с большой буквы. И когда мы просто записываем в переменную какое-то число, то у такой переменной очевидно будет числовой тип. Теперь же мы создали объект, и тип этой переменной n большое будет объект, в чем мы можем убедиться. И теперь нам доступны кое-какие полезные методы этого объекта. Например, мы можем преобразовать значение в форму с плавающей точкой таким образом. Этот параметр, который передается в метод toFixed, означает количество знаков после запятой. И теперь самое время вспомнить предыдущий урок, в котором я показывал, что можно вызвать эти методы не только у объектов, но и у переменных, содержащих значение простых типов, а также у литералов простых типов. То есть так же, как мы сейчас вызвали метод toFixed объекта n, мы можем так же вызвать этот метод у нашей переменной n простого типа. И то же самое можно делать с числовыми литералами. Обратите внимание, что здесь после двойки я оставил пробел, поскольку если мы его уберем, то эта точка будет относиться к числовому литералу, и после точки парсер будет ожидать увидеть цифру. Но у нас здесь стоит буква, что и вызовет ошибку. Если же здесь вставить пробел, то парсер будет считать, что эта точка относится уже к выражению вызова. И то, что мы можем вызывать эти методы у простых переменных и даже у литералов, должно быть для нас удивительным, поскольку вообще говоря, методы можно вызывать только у объектов. Не с объектами это работает только потому, что когда мы пытаемся в программе сделать что-нибудь вроде этого или этого, интерпретатор создает соответствующие объекты обертки для вас на литу. Когда интерпретатор вычисляет значение, например, вот этого выражения в скобках, он берет значение переменной n, создает объект number с этим значением, затем вызывает метод toFixed этого объекта, и значение, которое возвращает этот метод, и будет значением всего нашего выражения. А сам объект number уничтожается сразу же после того, как интерпретатор вычислит значение нашего выражения. И именно по этой причине простые значения могут вести себя как объекты, а вовсе не потому, что простых значений на самом деле нет, и все в языке JavaScript является объектом. Теперь, когда вы узнали об этом, вы будете использовать конструктор number довольно-таки редко, поскольку гораздо более удобно вызывать методы сразу у простых переменных. Помимо метода toFixed, то объекта number также есть метод toExponential для перевода в экспоненциальную форму, который в качестве параметра опять же принимает количество цифр после точки. И метод toPrecision для вывода с определенной точностью. Теперь мы рассмотрим арифметические операторы. Что касается арифметических операторов, то во-первых, у нас есть два унарных оператора. Унарный плюс и унарный минус. Унарный плюс используется редко, унарный минус используется часто, и то, что они делают, должно быть для вас очевидным, если вы ходили в школу на уроке математики. Помимо этих двух унарных операторов есть еще два, которые называются операторами инкремента и декремента, и записываются они вот так. Как оператор присваивания, операторы инкремента и декремента имеют побочный эффект, так как они изменяют переменную, они увеличивают или уменьшают значение переменной на единицу. В выражении, которое мы здесь записали, оператор инкремента стоит до переменной, и такой оператор инкремента называется префиксным. Помимо него также есть постфиксный инкремент. И отличие этих двух операторов состоит в том, что префиксный инкремент сначала увеличивает значение переменной на единицу, и потом возвращает значение этой переменной. А постфиксный инкремент сначала возвращает значение переменной, и потом увеличивает ее значение. После того, как мы записали последнюю инструкцию, мы видим, что в консоль опять вывелось значение 11. Поскольку здесь i++ сначала возвращает старое значение, и после этого увеличивает значение переменной i на единицу. Поэтому после того, как эта инструкция будет выполнена, значение этой переменной будет уже 12. И мы можем в этом убедиться, если просто выведем теперь значение переменной i. Это были унарные операторы. С бинарными операторами тоже нет ничего неожиданного. По поводу отделения нужно заметить, что это не целочисленное отделение, как например в языке c, а это самое обычное отделение, которое может возвращать вещественные числа, поскольку в языке JavaScript просто нет целых чисел. И также есть оператор остаток отделения, который записывается символом процент. Помимо арифметических операторов в этом уроке также нужно рассказать о присваивании с операцией. Допустим, у нас есть какая-то переменная n, и если мы хотим прибавить к ней какое-то число, то мы можем записать это таким образом. То есть мы складываем n с каким-либо числом и присваиваем это значение обратно переменной n. То же самое будет, например, с умножением, как и с любой другой операцией. Специально для таких вещей придумали более удобные операторы, которые записываются таким образом. Меньше символов, более красивый код и результат тот же самый. И как вы уже могли догадаться, подобные операторы есть для всех обычных арифметических операторов. Теперь поговорим немного об операторах отношения. Здесь тоже все довольно-таки просто. В первом случае, если значение левого операнда больше, чем значение правого операнда, то выражение истина. Иначе выражение ложно. Во втором случае, соответственно, наоборот, и последние два выражения учитывают также равенство. То есть больше либо равно, или меньше либо равно. Как видите, операторы отношения возвращают значение логического типа, true или false. И помимо них также есть сравнение на равенство или неравенство. Записывается это именно тремя символами равенства, поскольку один символ равенства уже занят для оператора присваивания. А два символа равенства это тоже сравнение на равенство, но с приведением типов. Самый простой пример, который здесь можно привести, это если мы будем сравнивать число 10 и, например, строку, в которой записано число 10, то такой оператор вернет истину, в то время как оператор с тремя символами равенства вернет ложь. Поскольку он также проверяет, чтобы переменные были одного типа. На практике считается хорошей идеей никогда не использовать оператор сравнения на равенство с приведением типов. И всегда использовать для этой цели только такой оператор с тремя символами равенства. Помимо обычных арифметических операторов, у нас в распоряжении есть целый объект math, который предоставляет методы для некоторых более сложных математических операций, например, извлечение квадратного корня. Или возведение в степень. Также в нем есть некоторые математические константы, например, числа p и e. Все методы и константы этого объекта мы сейчас не будем рассматривать, то есть о них вы можете узнать в любом справочнике по языку. В JavaScript вы не получите ошибки в случае выхода за пределы диапазона, который обеспечивает числовой тип данных. В этом случае вам просто вернется значение infinity, то есть бесконечность. Для того, чтобы проверить это, можно попробовать написать какой-нибудь очень большой числовой литерал. И так далее. И так далее. И так далее. Как видим, 10 в 308 степени еще входит в запустимый диапазон. Если мы будем пытаться увеличить это число еще на порядок, то мы получим бесконечность. Ну, вам вряд ли, конечно, когда-нибудь придется работать с такими значениями. Если все-таки придется, то, возможно, вам нужно подумать о том, чтобы выбрать другие единицы измерения. Аналогично, если мы будем использовать значение, которое меньше самого маленького допустимого значения, то мы получим минус бесконечность. И сама бесконечность это всего лишь еще одно числовое значение. Как и любой числовой литерал, это значение имеет тип число. В арифметических операциях бесконечность ведет себя так же, как вела бы и в математике. Вот несколько примеров. Если результат арифметической операции ближе к нулю, чем наименьшее по модулю допустимое число в JavaScript, то результатом считается ноль. В английском языке для описания этой ситуации есть хорошее слово underflow. Деление на ноль также не вызывает в JavaScript ошибки. В этом случае мы просто получим бесконечность или же минус бесконечность, если мы будем делить отрицательное число. Однако, если мы попробуем делить ноль на ноль, то мы получим значение none, которое обычно возвращается, когда мы делаем что-то, чего в обычной математике делать нельзя. Помимо этого, также нельзя, например, разделить бесконечность на бесконечность, или, например, извлечь корень из отрицательного числа. Проверка none на равенство всегда возвращает false, даже в том случае, когда мы пытаемся сравнить none с самим собой. В JavaScript есть глобальные переменные none и infinity, которые хранят соответствующие значения. Поэтому, если мы в объемах в партер, то мы увидим, что это идентификаторы. И последнее, о чем нужно поговорить в этом уроке, это ошибки округления. Из-за того, как вещественные числа представлены в памяти компьютера, мы можем записывать числа только с какой-то определенной точностью. И по этой причине, например, в результате такой арифметической операции, можно получить не то, что вы ожидаете получить. Это не проблема языка JavaScript, это проблема любого языка, который использует вещественные числа. Это нужно иметь в виду и для каких-то важных вычислений выбирать другие единицы измерения, чтобы можно было использовать целые числа. С целыми числами у вас все будет отлично, только если вы не будете работать с числами порядка квадриллионов. Это больше 15 нулей. И тогда в этом случае вы столкнетесь с той же самой проблемой. На этом все. В этом уроке мы разобрали все, что касается чисел в языке JavaScript и даже больше. В следующих уроках мы будем рассматривать остальные типы данных. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...